Здравствуйте, я Наталья Некрасова с автошколы машинного вязания, где мы обучаем стремительному освоению абсолютно любой вязальной машины с нуля. Сегодня у нас завершающий этап по оформлению рукавичек. У нас есть две детали. И сейчас нам пригодится петельная проба пряжи, с которой мы будем выполнять основу и палец. У меня проба на 9 точка, 2,55 петли и 3,58 ряда. Берем руку и измеряем свой размер. То есть мне нужно сейчас вывязать деталь. С разрезом для пальца. Вот такая деталь. Такую деталь мы сейчас будем создавать. Потом мы их сошьем и окончательно оформим верхнюю и нижнюю деталь вместе. Соединять. То есть мне нужно провязать деталь по длине, вот четко соответствующую, уже провязанной. Берем, смотрим, сколько у нас в итоге получилось. Шестнадцать с половиной. И по ширине мне нужно 10 сантиметров. Здесь у меня, ну в принципе, 10 с половиной, пол сантиметра уйдут на зашивание. Оставлю так. Шестнадцать с половиной на 10. Обратите внимание, если у вас деталь мала, вы надвязываете нижнюю часть немножко пошире. Если она велика, нижнюю часть надвязывается немножко поуже. То есть вот этой нижней деталью, нижней частью вы компенсируете, либо уменьшаете, либо увеличиваете размер ширины вашей рукавички. Верхнюю и нижнюю часть будет провязываться отдельно. Палец. Что касается пальца, берем нашу деталь и смотрим, сколько, насколько, в каком месте я хочу ее расположить на руке. Учитывайте, что у вас будет еще сборочка поверху, но на оформление верхушки оставим 3 сантиметра. Пускай будет 3 с половиной. И смотрим, где у вас находится палец. Палец будет как раз на уровне середины. Не нужно провязать деталь и посередине сделать разрез. Собственно, все очень просто. И после этого мы будем уже компенсировать верхнюю и нижнюю часть, исходя из того, где у вас находится палец. То есть вообще все просто. Берем посередине, середина, середина. И делаем разрез, который будет представлять из себя, давайте, если у нас 10 сантиметров, 4, почти половину, 4 с половиной сантиметра мы сделаем палец. Пускай он будет объемный и большой. Можно сделать 4, давайте 4, 4, 0. То есть из 10 сантиметров 4, 4, 0 у нас пойдет на палец. Палец мы будем вывязывать сразу по канону боковички. Знаю, что у меня палец имеет длину 5,5, но пускай будет 6 сантиметров. Палец будет 6 сантиметров. Количество петель у меня сейчас будет известно. Итак, петельная проба есть. Считаем. 10 умножить на 2, 55, 25 петель набираю. 16,5 умножить на 3, 58, 59, 60 рядов провязываю. Провязала 30 рядов, сделала палец. 4 сантиметра умножить на 2, 55, 10 петель. Уходит на палец. Все понятно. Итак, набираем 25 петель, провязываем по прямой 30 рядов. Вывязываем палец так 6 сантиметров. Давайте еще 6 умножить на 3, 58, 21 ряд на палец. Итак, набрали 25 петель, провязали 30 рядов, выполнили палец и провязали еще 30 рядов. Остановились, сняли набросовую нить, пришиваем к детали. Учтите, что палец один раз мы делаем с одной стороны, другой раз с другой стороны. Сейчас мы с вами вместе провяжем деталь с пальцем. Провязываем палец, довязали до пальца. Я знаю, что у меня палец 10 петель, поэтому ставлю все иглы в переднее положение, убираю. Видите, нить остается со стороны пальца, убираю ее в сторону. 10 раз, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 игл. Добираю набросовую нить. И несколько рядов. Чтобы получить хорошие открытые петли, один ряд катушечной нитью. Нить, которая у меня была, вставлю ее на место и довязываю ряд. Сбросами только наброски с нитью. Все. Теперь у меня 30 рядов провязано в основном вязании. Сейчас мне нужно 20 рядов провязать пальцы. Один ряд. Можно считать, можно не считать. Раз, два, три, четыре, пять. 20 петель у меня идет на пальцы. То есть 10 это половина, 20 петель пальца. Провязываю столько рядов, сколько насчитала. 20 рядов. Убираю половину игл, пересаживая каждую вторую петлю на соседнюю иглу. И провязываю один ряд только на двух пальцах. отрезаю нить и снимаю петли на рабочую нить. Возвращаю 10 игл. Раз, два, три, четыре, пять. Это то, что мы с вами делаем. Палец отворачиваю на себя лицевой стороной и загибаю его двойной. Видите, вот там, где у нас были бросовые нити. Бросовые нить. Вот эти петли открытые, которые у меня были выполнены, набирались. Я надеваю их обратно на иголки. Десять петель. Десять петель. И довязываю еще 30 рядов. Снимаю полотно, набросываю нить. У меня остается деталь. Вяжите две таких детали, одинаковых. Только учтите, что пальцы у нас находятся. Один слева, другой справа. Две детали. Вот они. Бросовые нити можно снять. Получается один пальчик и второй пальчик. И смотрите, что нам сейчас нужно сделать. Берем основу уже провязанную. Берем провязанную ладошку. И соединяем с одной стороны. Можете в стык. Можете иголкой. Можете на вязальной машинке. Можете внешним швом. Можете внутренним. Как вам больше нравится. Я буду соединять внешним швом, лицом к лицу, на вязальной машине. Соединяю с одной стороны. И одну деталь с этой же стороны. Так, где у нас? Эта же сторона. Вот так вот. Вторую деталь. То есть мы соединяем две детали. После этого нам надо будет надвязать снизу либо планку, либо резинку, смотря что вы хотите. И закончить мысочек сверху. И останется только соединить второй бачок. Ну и палец зашить. Собственно осталось совсем-совсем чуть-чуть. Итак, соединяем. С одной стороны рукавичку, ладошку и тыльную сторону. Окончательное оформление. Так, снизу. Привязали планку, либо резинку. Оформили нижний край. У меня это обычная планочка. Сверху надела петли на машину. Я знаю, что у меня 25 петель была вторая часть. Значит, и первую часть тоже на 25 петель. 50 петель. Провязала 2 сантиметра. Мне это 6 рядов. Сбросила на бросовую нить. И сейчас сделаю стяжку. Половину. То есть я на каждую иглу буду надевать по 2 петли. На первую отшивание идет со второй, начиная на каждую углу 2 петли. Так, надеваем весь ряд. К концу. Петель получилась в 2 раза меньше. Теперь можем с такой на провязать еще сантиметр. И дальше, как на большом пальчике, делаем стяжку. То есть убираем каждую вторую петлю на соседний угол. Пол風. Вот такие немaye. В этот раз. Петель получилась в 3 мая. Подбираем кидаю работу. Один ряд на плотности потуже, отрезаем и снимаем полотно. Продолжение следует... Тяжка готова, рукавичку... Осталось только сшить один краешек и пальчик. Вторую рукавичку оформляем точно так же. Тоже количество рядов, тоже количество полотна. Провязываем, убираем хвостики и с удовольствием носим такие замечательные необычные ворежки. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Продолжение следует...